загружайся и вот же он здравствуйте мои дорогие ребята всем прекраснейшего настроения мы сейчас с вами будем общаться работать в просторах нашего youtube instagram а и gtv поэтому если вы смотрите меня в записи не стесняйтесь ставьте лайк подписывайтесь на и какой-либо платформе если бы вы не смотрели в ютюбе особенно в инстаграме конечно же и всячески приглашаю вас родные мои конечно же задавать ваши вопросы для того чтобы мы проводили наши прямые эфиры как можно продуктивнее так сказать всем огромный привет ребята подключаются присоединяются я вас безумно рад видеть и так аннушка сергей юлия а вот и олечка здравствуйте ребята мы немножечко задержались к вам на прямой эфир потому что проводили с дашкой тренировку я прям вот с пылу с жару прямо из рабочей атмосферы тренажерного зала в который мы абсолютно не случайно но планировали попасть но не думали что будет настолько интенсивная и просто прям мощная тренировка в общем получилось круто сейчас я хочу сделать два объявления первое что будет этот эфир посвящен быстрому большому количеству ответов на ваши вопросы мы назовем этот эфир блиц эфир для то чтобы я ответил как на можно большее количество вопросов постараюсь сделать это быстро и не задерживаться на каком-то определенном ну постараюсь всяком случае вы знаете я могу начать за здравие закончить за упокой пойти куда-то в космос поэтому если что извините но я буду стараться не так сказать задерживаться на каждом отдельно взятом вопросе это раз два значит дайте как-нибудь сяду так чтобы меня не слепила два приглашаю вас родные мои истории или же если вы не смотрите в ютюбе раскликивать описание видео отправлять заявочку в уже сейчас во всяком случае на время этого эфира пятнадцатый сезон моего мощнейшего поги марафона жду вас мы стартуем уже совсем скоро отправляйте регистрируйтесь а мы начинаем наш блиц эфир от данного момента поехали вот сейчас я спускаюсь в самый низ чата и смотрю что здесь у нас написано так мэри здесь зашла зажила привет всем еленочка здравствуйте привет записываюсь на марафон не могу больше терпеть я аню . безумно счастлив и рад спасибо вам записывайтесь как всегда очень рад когда ребята регистрируются заранее и всем хватает мест здравствуйте при дисбактериозе врач назначил лечение и наказал показал на диету специально не в рамках полевой пг что делать какая именно диета вы скажите пожалуйста лечение дисбактериоза это серьезное мероприятие если вы в стационаре то я бы рекомендовал недели две поработать в рамках того как вас собираются лечить конечно же отказываетесь от каких-то каш постарайтесь больше овощей в этом ключе привет лёша я нет здравствуйте как пить ашваганду алексей забыла две капсулы перед сном много родинок что делать абсолютно ничего генетика если есть пигментация то следите за здоровьем печени интересно про витамин k2 его формы какая нужна седьмая форма одна из самых распространенных берите не пожалеете будет прекрасно используйте для транспортировки кальция в вашем организме и для здоровья суставов роберт здравствуйте дорогой все время дико хочу семечек подсолнечника не могу есть хоть могу искать не и много это чего-то не хватает организму знаете обычно когда организм требует каких-то продуктов жирового характера это означает что есть вопросы выработки желчи просто она не справляется и необходимы энзимы пищеварительные добавить но я не вижу ничего плохого семечка семечки это прекрасно это полезно это очень очень крутая вещь поехали доброго времени суток здравствуйте сегодня на голоде а и шикарно мэри поздравлялась так поехали то сергей всяческих красавчик стресса если кушать ягоды после открытия через 30 минут это приемлемо я бы в ягоды после основного приема пищи уже кушал честно говоря алексей как относитесь к дополнительному кто динда дро не знаю что это такое извините не могу комментировать здравствуйте чем лечить грибок на ногах укреплять иммунитет и если есть острая форма то нужно мазями и вполне возможно что может быть понадобится что-то более мощная но грибок обычно проявляется когда проседает иммунитет вместе с подругой сегодня вместе кушаем у нее вес 148 вместе полегче во первых подруге респект за то что начала начинаться начала заниматься своим здоровьем это прям мега круто это я очень уважаю всячески приветствую и стоменко здравствуйте дорогая видел вашу заявочку поздравляю вас что вы регистрировались в марафоне это очень круто алексей добрый день перешла на пг спасибо вам за наставление бежу белки 20 углей 10 жиры 70 норм отличное распределение эксперимента как относитесь прекрасно отношусь здравствуйте не так здравствуйте на на нахожусь на вашей диете недельки можно ли шоколад заменить кокосом да можете один к одному даже можете заменить только чистым смотрите чтобы не было сахара дополнительного так перешла на ягоды чернику как на десерт очень вкусно конечно вкусно мало того еще и полезно на так я хочу к вам на марафона регистрируйтесь сегодня вышла актуальная story с инструкциями как отправить заявку а также с планом ребята план марафона был опубликован для вас чтобы понимали на что вы подписываетесь потому что у многих ребят а что входит марафон я там постарался вкратце упомянуть хотя бы частично что входит что пить первый пробиотик или коллаген ту и ту до еды что же первое за полтора часа вы употребляете ваш пребиотик по пробиотик выпьете за желательно полчаса до еды а за полтора за полчаса до еды пребиотик а за полтора коллаген вот так так что пить первым как ты спрашивал про шваганду алексей рекомендую вечером до рекомендую хочу попробовать хочу попробовать на 17 ваше право на любой какой считаете нужным для себя регистрируйтесь как считать сколько грамм белка жира усваивается и 100 грамм говядины значит господи что же мне так нос чешется то значит вы не должны запариваться по поводу того сколько ухты так что на все аксессу а я думал смотрите тут какая-то значит история увешена я смотрю камеры фото в парке у нас а я думаю неужели тут снова или и здесь запретили снимать как считать сколько грамм белка жира усваивается и 100 грамм говядины а зачем вам это в принципе считать если у вас нет проблем с жкт то у вас будет все отлично усваиваться в достаточном количестве главное следите за тем чтобы у вас не было ни вздутий никаких остальных проблем нам так юлечка алексей здравствуйте здравствуйте мои хорошие подержите поругайте не могу вернуться на кетой даже на палео а калорий и погодержу но ем все хорошая юлечка родная моя я вам скажу и не буду вас ругать что каждый из нас имеет возможность отклоняться от своей на какой-то намеченной цели в виде правильного сбалансированного питания ну что мы все люди и люди имеют свойства не то чтобы ошибаться и проявлять человеческие качества одно из человеческих качеств это соблазняться или же например не справляться с самоконтролем и как же я люблю вот эти места в которых мы с вами прям ходим работаем обсуждаем наши вопросы здорово помогать друг другу а завтра если вам надоест то вы просто начинаете контролировать себя в рамках желательно палео конечно ну или кеда если хотите все очень просто в один день вы начинаете и просто потом не останавливайтесь до следующего срыва желательно чтобы следующий срыв тоже был как можно позже телефон глючит сколько сообщений от меня ладочка не одного вижу 1 алексей питаться правильно оказалось на порядок дороже расскажите про бюджетное пг ой моя хорошая вы знаете или дмитрий ради бога извините пожалуйста за то что я к вам обратился в женском роде я немножечко зачитался дело в том что питаться чисто и полезно всегда дороже чем питаться шлак едой это не имеет значения вы на поле вы на пг вы на любой системе питания если вы хотите питаться здоровыми чистыми полезными продуктами то это будет дороже я вам делал недавно видео в котором рассказывал пример вариант дешевого перекуса но по-хорошему когда вы кушаете мясо овощи фрукты ягоды это никоим образом не может быть просто физически не может быть экономически дешевле чем когда вы питаетесь размороженным то что дешевле в транспортировке дешевле в производстве ну это экономика правда поэтому не думаю что вы сможете удешевить свой вариант питания конечно если вы например там какие-то супер изысканные вещи хотите использовать то это прямо ну значительно может удорожить ваше питание но я не особо поддерживаю какие-то прям глобальные прям там трюфели и прочие разные вещи так преодолел кризис осталось кинуть 10 думаю в двадцатом году войти если роберт красавчик я абсолютно поддерживаю ваши планы и всячески буду помогать как относишься к грибам прекрасно отношусь к грибам сам кушаю готовлю дети едят и сливочный соус грибами и луком которые готовы это нечто здравствуйте на пк больше двух недель и прекрасно себя чувствую но сорвалась сегодня очень жалею бабушка приехала привезла пирожков наелась капец что порекомендуете делать как вернуться аннушка я вам первую очередь порекомендую получить удовольствие от пирожков бабушки она приезжает не часто вы и не едите пирожки часто получите удовольствие от ваших пирожков сегодня вы их не елись на ешьте еще раз пойдите пирожков получите кайф не гнобите себя вы понимаете есть всегда два пути оба пути я об этом говорю вам сейчас регулярно ребята оба пути приносят боль боль дисциплины и отказа от того что тебе на хочется съесть но зато в промежутке времени ты понимаешь что боль дисциплины и отказа приносит тебе красивую форму и здоровье либо же боль и сожаление того что вы сорвались или наелись или переели в общем боль и сожаление поэтому любом случае у вас будет боль и если вы хотите по правильному поставить свое поведение относительно ваших пирожков просто поели сегодня получите удовольствие не нужно себя гнобить корить это будет еще хуже вы и съели вы инвестировали себя с углеводами очень сильно но при этом вы еще и в негативе себя купаете не нужно в негативе себя купать сели пирожков съешьки еще получить удовольствие завтра уже не нужно этого делать а просто завтра постарайтесь пожалуйста максимально чисто больше ходить и не нужно никаких сверхъестественных шагов предприятие того что а я села пирожков я наверное завтра уйду на голодание и все это будет происходить и ваште бабушку алексея заболела ломит тело и сил нет даже ходить до этого с января ходила на 11 шагов каждый день нормально ли то что я не буду ходить несколько дней во время болезни я вас умоляю так к эти во первых вы умничка если вы с января выполняли каждый день минимальное значение по шагам это респект и я безумно это уважаю и это просто прям готов вас расцеловать разобнимать я вам желаю скорейшего здравления приготовьте себе хороший куриный супчик получаете удовольствие получайте кайф от того что вы кушаете горячее вкусное и вместе с этим это будет еще и инвестировать ваше скорейшее выздоровление не нужно волноваться относительно того что вы где-то может быть пропустите по шагам вся самая важная задача дать возможность организму восстановиться скушайте вкусный супчик лежите давайте меньше стресса потому что болезнь это стресс и для того чтобы справиться правильно со стрессом нужно что сделать дать организму возможность избавиться от другого стресса в виде тренировок шагов и прочих моментов поэтому не перегибайте пожалуйста со своей активностью посмотрите на наш красивейший прудик на эту и у вдохните глубошенечко и работаем но чешется значит к пиву или к тому что в общем как то там здравствуйте так вернула месячные с помощью вашей схемы открываюсь в два часа дня 1500 калорий 24 года тренируюсь натощак опять задержка 15 дней что делать ну собственно увеличивать калорийность увеличивать расход и подключать изофлавоны и красный клевер иду однозначно в следующий марафон обнимаю вас спасибо большое так поехали не кушать уже сегодня аннушка съешьте ваших пирожков сегодня завтра уже не нужно это делать так просто по просто подрос здравствуйте спасибо огромное безумно рад и счастлив ребята спасибо огромное всех за всем за уважение за ваше внимание за ваши вопросы я безумно рад и счастлив нашей с вами совместной работе и тому что мы развиваемся с вами физически интеллектуально и духовно вместе так светланочка здравствуйте не могу оплатить марафон без номера удостоверения личности паспортные данные господи стоянка пожалуйста эти вопросы организационные туда на email пишите и с вами эти вопросы решат не волнуйтесь я этими вопросами не занимаюсь алексей перешла на пг трению на голодный желудок а раньше боялась энергии масса отказ от углей безболезненные но я набрала вес возможно ли такое что организм перестраивается во первых он перестраивается во вторых организм может набирать вес и немножечко водичку задерживать ну что вы когда отказываетесь от углей обычно это происходит так сначала отвес идет потому что ваши угли держат вашу воду 1 грамм углей держит 4 5 грамм воды но от 3 до 5 а во вторых вы учтите что когда вы переходите на жировую составляющую не означает что у вас привет вы на объемы смотрите вы не смотрите на весы пожалуйста так поехали за полтора месяца 10 за полтора месяца 10 килограмм реально ну смотря какие-то 10 килограмм если у вас там вода то вы полтора месяца можете сбросить я вам скажу так смотря с какого веса мы стартуем опять же дам пример из марафона например девчонка там у нас просто марафоне 11 килограмм сбросила же 21 день но это чистая масса сброшенная но это не все жир это по ну вода это дренаж кишечника это масса обычно это 23 килограмма но поймите один килограмм жира это 9000 калорий если вы просто не будете есть вообще ничего 5 дней ну хорошо 4 дня то это будет 9000 калорий то есть ну это гигантские цифры о которых вы говорите и 10 килограмм за полтора месяца это у меня за 60 дней было реализовано моем проекте минус 10 за 60 когда я давным-давно еще делал на ютюбе но цель должна быть не похудение в здоровье общем я об этом могу говорить но это один скорее всего номер здравствуйте сдавала так алексей я заболела у меня тела силы даже так это уже было не нужно повторить рост мне 40 не поздно ли брать себя в руки никогда иночка не поздно брать себя в руки вы можете запросто поставить на себе крест и 40 до 50 превратиться в разбитое корыто вы можете взять себя в руки 60 и превратить себя просто сказку к 65 вы можете взять себя в руки в 25 и в 28 уже быть богиней но вы можете себя запустить 18 так что вы будете выглядеть как в общем не очень хорошо поэтому лично мой совет и восхищение вами за что вы во первых задумываетесь и допускаете шанс того что вы начнете работать а если вы начнете работать и вы чувствуете вкус победы вас уже ничто не остановит неважно вам 40 20 50 или 70 я считаю что главное это ваше эмоциональное и духовное настроение физическое тело всегда следует вы должны насыщать себя позитивом добром позитивным мышлением потому что ваши клетки будут следовать да мы с вами переходим на пг мы с вами переходим на поле мы с вами тренируемся мы с вами делаем голодание мы с вами включаем аутофагии мы с вами делаем массу всего что полезно для вашего организма но при этом еще очень важно понимать что ваша энергетика должна стоять во главе вы поймете если вы будете подходить зеркалу каждый день и говорить что я выгляжу плохо я не себе не нравлюсь я такая сякая раз такая я прям разожралась и прочие другие какие-то критические моменты в свой адрес это все будет влиять и на энергию ваших клеток и на вашу мотивацию очень важно вы подошли вы посмотрели на себя сегодня в зеркале и сказали я отправляюсь в это путешествие по строительству своего тела я отправляюсь в эту дорогу и что меня ждет завтра я не знаю вы не должны взвешиваться каждый день вы не должны ориентироваться на весы или на какие-то критерии вы должны ощущать себя и свое тело когда вы начнете корректировать свой успех не тем какой ответ на весах вы видите а тем как вы себя чувствуете тогда все равно абсолютно какой ответ привет это все на втором месте главное чтобы себя хорошо отправляетесь 40 лет не важно важно что вы начинаете я вас обнимаю так алексей пожалуйста передайте привет моему мужу игорь так виточка виктория я во-первых искренне благодарю вас за то что вы зашли во вторых игорю супруги виктория передаю большой респект пожалуйста занимайтесь поддерживайте друг друга и семейно это наша прям фишечка такая да у нас семейно ребята развиваются занимаются на семейном марафонах участвует господи чем я говорю там мега круто безумно рад что мы можем собирать такую дружную общину которая подтягивает самых родных и близких и начком так поехали алексей можно ли в вашем марафоне вылечить такие гормональные нарушения как мульти фольклорные яичники я должен смотреть на ваши анализы должен с вами разговаривать я вам не обещаю что вы за один марафон вылечить то что годами у вас было не в порядке но я могу сказать что вы однозначно себе будете лучше себя чувствовать за один марафон что у вас начнет изменяться гормональный фон и больше тысячи человек прошли через мои руки за 14 сезонов ни одного человека который скажет что марафон плох или не дает результат или того кто скажет что я не советую кому-то я надеюсь нет но всяком случае мы не встречали ни одному отрицательного отзыва все очень довольны и я уверен что я смогу максимум сделать для вас даночка здравствуйте вернула месячные так я вам уже отвечал на этот вопрос спасибо так после марафона обратно набрала 3 килограмма жду теперь августовская диночка моя хорошая жду вас будем работать маме 65 проблемой с так сейчас на lcf но сложно это холестерин 733 глицериды 3 так индекс так надо снижать 3 глицериды увеличивать амегу да вы написали абсолютно правильно три глицериды это первое на что вы должны обращать внимание подключайте и пожалуйста 48 так себе что за номер так это не ко мне так ивану пожалуйста липовский спасибо за ответ сумминка так из вас алексей 3 вы так поехали дальше алексей помогите пожалуйста лачка я видела два сока два сообщения так поехали вниз здравствуйте алексей почему у женщин вокруг меня растут усики это гормоны или что может быть смотрите речка по мужскому признаку мускулинизация называется обычно это признаки повышение уровня дегидротестостерона здесь я раз за полтора месяца так это уже было так маша путина самый быстрый простой рецепт берете луку из так это у вас общение поехали вниз если напомню то меня почему-то расслабляет она кета после адаптации через три дня прям ну отлично давайте будем на кета родная моя аннушка давайте юлечка простите ребята с вами хорошо но нужно работать всех обнимаю лайк алексей спасибо моя дорогая маслины и ливки ребята я же стараюсь делать правильно для вас я же стараюсь делать для вас блиц поэтому не пропускаю ни одного вопроса и спускаюсь вниз добрый день компульсивные переедания переросли в булимию сильно поправилась начала есть меньше но не худеется начала считать калории поняла что сейчас ем меньше тысячи как заставить себя есть диночка очень дианочка простите руку очень просто вы пожалуйста для того чтобы решить эту проблему для начала пожалуйста посмотрите мое видео которое называется сделай этой похудей и вы там получите четкие от меня указания моем youtube видео недельная диета так называемая которая даст вам чуть чуть больше калорий но надо сам возможность снять себя ответственность принятие выбора ваших продуктов приложите эту ответственность на меня есть и то что я вам рекомендую в этом видео и вы начнете первый шаг и в этом видео я рекомендую суть какие дальше шаги должны быть так ли сейчас раз 12 дня как не могу позже если вдруг я так и не смогу перенести открытие позже на 16 будет ли толку конечно 12 это старт добрый день без жилочного пузыря можно так долго не спасибо без жилочного пузыря вы раз три-четыре часа принимаете рыбий жир для то чтобы не держать вашу жилость где можно найти рецепт вашего хлеба нигде к сожалению я его нигде не выкладывал кроме каких-то марафонов так булеме анорексия как справиться отдельное видео на этот счет будем писать так алексей вы лучшие спасибо вам огромное плату маме 65 проблемы так это мы уже с вами обсуждали начало третьей недели марафона я себе так нравлюсь спасибо оленька я вас обожаю спасибо больше нас супругом родственники называют сектантами за пг и палео но родители супруга все таки передвинули свои завтраки еленочка вот это то чем я говорю сначала вас ожуждают потом сразу берут пример так поехали еще вот важный вопрос алексей если человек на пг у него минимум углей 10 20 процентов но он не отказался от алкоголя полностью алкоголь это же углеводы знает что вы одна я не отказался от угли от алкоголя потому что отказ для меня ассоциируется чем-то знаете из области мне нравится но я не буду потому что это типа для меня вредно вот так это отказ мне просто нет алкоголя потому что он не не нравится и уже остальные моменты по поводу там разрушения организма это это другое алкоголь это не углеводы точнее если сказать так сладкое вино это там да это сахар но например водка это не углеводы пиво это там продукты брожения это пиво это вообще очень плохая вещь для уровня эстрадиола продукты брожения очень влияют на уровень эстрадиола у мужчин а также на уровне мочевой кислоты мочевая кислота ребята это то чего там палец на большой ноге это то чего камни в почках алкоголь это помимо всего прочего не настолько повредит вашему бжу как принципе вашему организму алексей как разогнать свой метаболизм есть отдельное видео на этот счет ребята не успеваю братья спускайся вниз чата катерина чем просто так исключить я пью вино белое сухое это намного лучше а потому что вино белое сухое красное сухое хороший алкоголь или тот же например виски это чище намного я самом низу чата пишите сейчас вопросы ребята ой маргаричка здравствуйте моя дорогая тоже перестал нравится алкоголь не пью не потому что нельзя потому что не хочу вообще вот это вальчика это то ради чего мы сами стараемся раз в неделю можно пиво но не могу исключить алекс но всему свое время нашей жизни время разбрасывать камни время строить если не можете исключить пиво но я вам скажу так как человек который мог с приятелями выпить за вечер ящик и мы очень любили шутить что мы там много пьем и прочие вещи пиво понимаете почему не можете исключить потому что она приносит вам какой-то процесс удовольствия если вы замените ваш процесс удовольствия от пива на что-то то я считаю что у вас не будет даже формулировки не могу исключить а будет формулировка зачем она вообще к чертовой матери мне нужно в организме на пг открываясь 13 до 13 очень сильно нужно как согреться не абсолютно не парьтесь видите за калорийностью и ваш организм со временем адаптируется какое у вас образование два высших молодцы вы все кто не выпиваете спасибо вам огромное спасибо за эфир в ютюбе очень мощно маргарита ребят вообще всем огромное спасибо за то что вчерашний эфир поддержали таким количеством лайком за то что вчерашний эфир очень хорошо зашел откликается я вообще на самом деле очень рад что мы с вами начали говорить о психологии о развитии вопросов стресса управления своими эмоциями о работе с психологией тараканами и вы знаете очень много духовной и психологической помощи которую я могу оказывать рассказывать показывать потому что я сам через очень многое прошел и психология как наука это с одной стороны прекрасно но с другой стороны она залечивает и не решает вопросы мы с вами немножечко иначе эти вопросы решаем больше немножечко с опять же с духовной стороны и я прям очень счастлив что у нас все получается так еще до этого не дошла для меня бокал вина сухого в пятницу как поощрение за прошедшую неделю рабочую я тоже хочу не выпивать вообще ириночка если вы хотите то вы вы понимаете ребят какая штука мы с вами управляем нашим физическим телом и очень часто мы наше сознание обращаем против нас знаете кто самый большой и страшный враг нашей жизни не фобии которых вы боитесь например я боюсь что на меня набросится паук или мышь не боязнь ограбления не боясь бедности не боясь царости не боясь чего-либо самая страшная на что мы вообще не обращаем внимание то что реально является проблемой в жизни 98 процентов людей это то что мы обращаем против себя наше сознание наше сознание там мощнейший абсолютный инструмент который может сделать либо вас счастливым либо сделает вас абсолютно несчастным потому что вы будете жить либо в тревоге о прошлом либо в тревоге от своего потрясающего чувства воображения и волноваться за будущее в большинстве своем мы обращаем против себя сознание и вот ситуация из области я хочу перестать пить вино но я не могу его перестать пить почему не потому что вы плохой человек не потому что вы безвольный человек а потому что вы просто не работаете или же скажем так вы даже не знаете как обратиться к своему сознанию ваше сознание управляет всеми процессами в организме и когда вино вы берете ваша рука ведь правда да ваша рука берет вино выбивает и вы принимаете это решение выпить то есть вы же не берете свою руку и не начинаете бить себя по лесу бесконтрольно и говорить я не могу у раз в неделю не разрешать моей руке бить меня просто так ведь правда этом чтобы у вас там кровь шла там нос разбитый в синяк под глазом и вы говорите алексей ничего не могу поделать моя рука на меня бьет как бы вы же не делаете этого правильно потому что но это же здравый смысл зачем ну что за идиотизм да вы сама себе говорите а что он несет какая рука то же самое ваша рука берет стакан вашего вина вы выпиваете только в этом случае где-то в вашем сознании есть мягкая точка которая к сожалению недостаточно управляет и это все приходит со временем очень важно найти очень важно найти то место из которого вы сможете руководить своими эмоциями и своими в этом случае это компульсии все понимаете какая штука так вареники с вишнями пять штук вчера ни о чем не жалею правильно ни о чем не жалейте скушайте ваши вареники с вишней положите на них сметанку сверху скушайте получить удовольствие и завтра вспомните о том как это было вкусно и завтра уже двигайтесь в правильном ключе не думайте о том что у боже сегодня нельзя вареники я такой несчастный вот это из области вина вы помните как вино это классно но она вас тормозит то что вас тормозит должно отбрасываться назад как отработанную ступень ракеты вы же не тащите с собой тетрадки из школы и старые чемоданы и не клептоманите из старых вещей правильно то же самое в этом мы оставили себе добрые воспоминания делаете себя счастливым потому что вы знаете какое вино классное но вы как бы понимаете что она вас тормозит вы знаете какие вареники классные вы понимаете что они вас тормозят съели и пошли дальше все прекрасно так инсулин 1 7 это норма спасибо инсулин 1 7 это низковато но это я бы не назвал абсолютно волнительным низким уровнем это прекрасный уровень который я считаю очень контролируемым вы понимаете чем ниже ваш инсулин тем больше вариантов того что вы не будете испытывать желание компульсивно переедать чем меньше скачков вашего инсулина тем меньше у вас перепадов настроения тем вы стабильней многие думают что инсулин полтора или два это ох так опасно ешь больше сладенького чтобы его поднять потому что это сахарный диабет первого типа это все бред не сахарный диабет первого типа как раз а то что ты ешь много сладенького так как побороть компульсивное переедание помоги пожалуйста уже как год не могу похудеть рост 158 вес 60 моя хорошая когда у вас рост 158 у вас вес должен быть реально где-то менее пятидесяти килограмм и все очень просто давайте мы с вами этот вопрос обязательно сделаем заглавным следующего прямого эфира ребята это уже посмотрел на часы а мы оказывается с вами в прямом эфире уже полчаса вы представляете господи как же быстро летит время я просто в шоке эти прямые эфиры они делают меня настолько счастливым настолько довольным настолько я забываю вообще во время знаете как во время медитации ты можешь быть в медитации 30 минут 5 минут или три часа если ты по-настоящему растворяешь свое сознание и получаешь удовольствие это состояние экстаза так называемое и состояние экстаза которое каждый из нас может получить без алкоголя без сладкого просто делая то что приносит удовольствие и при этом не разлагает вас как личность очень многие думают что можно получить удовольствие подчеркиваю только в компании и только с алкоголем с правильной едой или за какими-то процедурами сигаретами или еще с чем-то с наркотиками или экстази таблетка она так и называется потому что она отправляет вас в космос и вот это то чем мы с вами здесь занимаемся мы с вами хотим отправиться в космос и не замечать времени за положительным так сказать процессом который и здоровее и глубже делает нас с вами я вас всячески родные мои обнимаю вы мои золотые дорогие и глубоко уважаемые низкий поклон огромное спасибо за ваше внимание я не могу нарадоваться нашему общению и росту если у вас будет возможность пожалуйста подписывайте на наш с вами инстаграм близких родственников друзей и приятелей ну что мы хотим расти и развиваться и мы это с вами будем делать вместе я вас обнимаю ребята и прощаюсь с вами до завтрашнего прямого эфира пока всем отличного дня